Доброе утро! Ну, какие-то моменты рассказывайте, чем готовы уже порадовать наших зрителей? Ну, в этом сезоне редакция финно-угорских и тематических программ уже представила несколько своих новых проектов. Я думаю, их заметили, оценили. Это программа «Мастера», это программа «Культурная среда». Модернизированный «Северный дом», который теперь выходит как тележурнал. И вот новый проект. Как он называется, вы уже видите на своих экранах. Хотя могу сказать, что это название придумали не мы, родилось оно не сразу. Мало того, когда еще начали работать с дизайнером, как это оформить, ставить точку или нет, или нужен какой-то другой вариант. Потому что, ну, «Интересно.ру» — это практически сайт. Да, и представляете, начинают набирать в интернете «Интересно.ру» и высыпается километр. А речь-то идет не об интернет-сайтах, но о программе. Программа будет весьма интересная, потому что это действительно интересно. Могу сказать, как автор первых четырех программ, которые уже готовы. Почему интересно? Потому что хотелось показать в коротких, пяти-семиминутных выпусках, то, что сегодня может быть брендом, и то, что является уже брендом, входит там в топ-10, в топ-100, в топ-1000. Поэтому направлений будет несколько, хотя задумывалось, что мы начнем с того, что является символом и страны, и символа веры, и наших духовно-нравственных ценностей, и наших истоков культуры и истории. Думали, что будут начали храмы, 15 программ, а потом будем развивать. Но сказали, нет, это очень похоже будет на православную программу, давайте уже сразу не на перспективу, а вот по нескольким направлениям. Таким образом появятся у нас памятники, которые не только художественное воплощение каких-то задумок авторских, но и символы городов, естественно. Евгений Михайлович, а для кого эта программа, кто вообще зритель? Я думаю, что это интересно будет не только школьникам, потому что у них есть такой курс «Истоки», но это будет интересно и жителям тех городов, от которых мы рассказываем. А поскольку мы запустили вначале не только города Югры, памятники, храмы, архитектуру, но и то, что является символом России, там будет и Москва, и Санкт-Петербург, и Псков, и Волгоград, и много-много другого. То есть вначале будет такое мини-путешествие. Почему? Потому что мы, оказывается, чаще стали ездить за границу, чем по своей стране. Спасибо коронавирусу, когда все закрыли. Есть и плюсы, да. Да, и поэтому я проверил уже несколько своих программ, отправил друзьям, которые живут и в Санкт-Петербурге, и в Самаре, и в Витебске, и в Белоруссии, и сказал, вы скажите свое мнение, вам действительно интересно. Москвичи сказали, слушайте, у вас там такое есть. Я говорю, ну приезжайте уже, не по телевизору смотреть. Поэтому, конечно, вначале будут самые интересные и популярные. И вот посмотрели кусочек из аллеи Обских Угров, которая в Ханты-Мансейске. Но уже есть программа, которая втягивает зрителей города Белоярского. Очень красивая программа. И, естественно, Сургут, самый крупный город. Но все это будет чуть попозже. Виктор Михайлович, давайте проанонсируем, когда, во сколько, где можно смотреть новую программу. Да, сейчас все основное межпрограмме занимает политическая реклама, потому что главное событие четырехлетия или пятилетия – это выборы. Выборы заканчиваются, и в эфир пойдут вот эти программы. Я думаю, что их заметят. То есть в сентябре уже? Да, это в сентябре. Мало того, первоначальный показ, по-моему, запланирован на 17-е, 18-е, 19-е. То есть когда наступает период тишины, во время выборов запрещено политическую рекламу. Вот. Я думаю, что на наши города, на наш округ люди посмотрят с другой стороны. Много чего там заложено. И могу сказать, что я когда работал над программой о Сургуте, я нашел картину, когда послы Ермака приехали к Ивану Грозному, привезли подарки от Ермака и сказали, вот забирай всю сибирскую страну. И когда я увидел эту картину, думаю, интересно, в нашем округе кто-то видел эту картину, и под нее пришлось написать специально кусочек, чтобы перенести. Вот теперь, благодаря вам, все как раз-таки это и увидят. Огромное спасибо вам, что пришли, что рассказали. С удовольствием посмотрим свежие выпуски, точнее новую программу уже в самом ближайшем. Да, я думаю, что в соцсетях они появятся чуть-чуть пораньше. Отлично. Всего хорошего вам, с гостем прощаемся. С вами увидимся через пару минут. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...